О том, что в этом доме Верхнестепном живет ветеран Великой Отечественной, догадаться можно еще с улицы. Это Михаил Григорьевич Сергеев. Он был совсем юным, когда голос по радио объявил о начале войны. Парня сразу отправили на дальние рубежи, в Кишинев. Все ужасы фронта со всей тяжестью обрушились на него. Но Михаил Григорьевич все перенес, ведь рядом были старшие товарищи. Пришлось мне служить с солдатами. В конце 19 века родились. 1897 год. А я на 30 лет был моложе их. Представляете, никакой дедовщины не было. Вот старый солдат, бывает, меня возьмет и как ребенка расспрашивает. Как, Миш, ты учился? Как ты маму слушал? Понимаете, я ребенок, 17 лет, маленький, деревенский. В День Победы дом Михаила Григорьевича никогда не пустует. Вот и снова он встречает гостей. Поздравить ветерана с праздником приехали активисты партии «Единая Россия». В качестве презента цветы и продуктовые наборы. Ну и, конечно, теплые слова и внимание. То, что для ветеранов важнее всего. А мы приехали вас поздравить с праздником. Сказать вам еще раз спасибо. Надежда Никитишна из Зеленокумска даже в свои 97 лет гостей выходит встречать лично. Всегда рада тем, кто приходит ее навестить. Ветеран, кажется, может часами делиться историями из своей молодости, которая совпала с войной. О том, как в разгар сражений жизнь занесла ее в Польшу. И о том, как случайно столкнулась там со своим школьным сельским учителем. И он меня только обнял и только всего сказал, оставайся живой. И я ему говорю, вы тоже. И вот я не знаю, живой у нас так или нет. Мои все повыскочили, окружили меня. А я как в шоковом состоянии стою, у меня бегут слезы. А вот ветеран Василий Иванович Лагунов из солдата Александровского не просто встретил гостей, но еще и показал огород, которым занимается самостоятельно. Здесь у него и виноград поспевает, и клубника. Говорит, все для правнуков. Для них специально выращиваю клубнику там. Они приезжают. И живут что не ради себя, а ради других. Такие встречи прошли по всему краю. Актив партии посетил ветеранов и в маленьких селах, и в больших городах. По поручению губернатора в каждом муниципальном образовании у нас члены партии, сторонники поздравляют наших уважаемых ветеранов. И вот сегодня в одной из самых удаленных частей нашего Ставропольского края проходит поздравление наших ветеранов. В общей сложности партийцы побывали в гостях у шести сотен ветеранов, проживающих на Ставрополе. Вручили подарки, пообщались и сказали спасибо тем, кто его заслуживает. Больше всех. Джамиля Абрагимова, Владимир Жвакин, Ставропольское телевидение.